Итак, я продолжаю делиться с вами всей той информацией, которая у меня накопилась, рассказывать ее вам. Я очень надеюсь, что данная информация будет для вас полезной. Мне очень приятно, что вы продолжаете смотреть мой блог. Мне очень интересно общаться с вами и рассказывать, и делиться с вами всем тем, что я знаю. Давайте попробуем вместе разобраться, сколько, в принципе, базовых кремов по уходу, базовых средств по уходу нужно среднестатистической девушке, женщине, девочке, не важно. То количество средств по уходу, которое есть у меня, признаюсь честно, этого много даже для меня, потому что я не всеми своими средствами успеваю пользоваться и пользоваться активно, и часть моих любимых баночек так и остается лежать, и пользуюсь я ими от случая к случаю, либо в каких-либо поездках. Честно говоря, для каждодневного, для ежедневного ухода за вашей кожей необходимо не так много средств. Единственное, что хорошо бы, чтобы все эти средства подходили и работали действительно на вас. Итак, во-первых, нам нужно очищение. Очищение может быть в виде мыла и может быть в виде геля. Я, честно говоря, использую оба вида очищения в уходе для своей кожи, и я его чередую. Если я понимаю, что моя кожа не пересушенная, она в нормальном своем базовом спокойном состоянии, я использую гель для очищения. Если я понимаю, что конкретно моя кожа начала чуть больше жирниться, то я перехожу на мыло, потому что мыло мне дает немножко более подсушивающий эффект. Хотя у меня есть одно мыло, о котором я впоследствии вам с удовольствием расскажу, которое удивительным образом очищает мою кожу, никак не нарушая ее гидролепидный баланс. Второй этап после очищения нашей кожи – это ее тонизирование. Я считаю, что для тонизирования достаточно, в принципе, одного тоника, который вам подходит, который на вас работает и который вас устраивает по всем своим показателям. Я не меняю тоник в зависимости от времени года, и я постоянно стараюсь пользоваться тем тоником, который мне нравится, который у меня есть. Сейчас этот тоник Dr.Hauska Clarifying Toner, он меня устраивает по всем своим позициям, и я, как уже говорила в своих предыдущих видео про Dr.Hauska, я не изменяю данному тонику уже на протяжении, наверное, двух лет. В принципе, у меня не возникает никакого желания пробовать другие тоники. Третий этап – это увлажнение. Увлажнение и уход. Уход и увлажнение у нас делятся, собственно, уход делится на дневной уход и ночной уход. У дневного ухода у нас две основные задачи – это увлажнять нашу кожу и защищать ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Соответственно, это может быть крем, это может быть флюид, это может быть сиворотка. В первую очередь в нее должны входить увлажняющие компоненты, и во вторую очередь в ней обязательно должен быть SPF-фактор. Если мы говорим об уходе для летнего времени года, то SPF-фактор желательно не ниже 30, и увлажняющих компонентов должно быть достаточно много, они должны быть достаточно активны, и в идеале это должна быть гиалуроновая кислота. Да, если мы говорим о дневном уходе в зимнее время года, то, соответственно, мы можем чуть уменьшить наш SPF-фактор. Он может быть 15-20, этого вполне и вполне достаточно. И в первую очередь нас уже интересует питание нашей кожи и защита, потому что на большей территории России зима сопровождается морозом, ветром, что наша кожа пересушивает, и, соответственно, наша задача ее защищать. Когда мы говорим о ночном уходе нашей кожи, то мы предполагаем, что ночью наша кожа отдыхает, она восстанавливается, она балансируется, соответственно, ночью мы можем использовать более плотные текстуры и более жирные текстуры, которые в дневное время нам не очень комфортны и не очень приемлемы, потому что, как правило, в дневное время мы наносим поверх нашего ухода еще и макияж. Соответственно, если текстура жирная, то макияж будет удержаться недолго и достаточно быстро он потечет, чего нам с вами, конечно, бы совсем не хотелось. Для основного вечернего ухода в зимнее время очень подойдут разнообразные масла. Также ночью под крем можно использовать разнообразные сыворотки и концентраты. Это может быть сыворотка с витамином С, если вам хочется вашу кожу сделать сияющей. Также это могут быть разнообразные концентраты. Это может быть и концентрат гиалуроновой кислоты, это может быть концентрат ретинола. Соответственно, ретинол — это витамина, как вы знаете. Это могут быть коллагеновые концентраты, то есть все то, что работает на укрепление нашей кожи, на восстановление нашей кожи и на питание вашей кожи. Помимо ухода за кожей, то есть очищения, тонизирования и увлажнения в вечернее время питания, Мы, конечно же, не забываем про уход за губами, для этого нужно специальное средство, и про уход за зоной вокруг глаз, где у нас кожа очень нежная и тоже обязательно требует повышенного внимания и повышенного ухода. Честно говоря, лично я считаю, что зона вокруг глаз это как раз та зона, на которой не стоит экономить, и поэтому крема для этой зоны, несмотря на то, что они, как правило, очень маленького объема, они стоят дороже, чем основной уход за лицом. И это та инвестиция, которая действительно оправдана. Я в своем уходе пользуюсь несколькими кремами по уходу за зоной вокруг глаз. Как правило, у меня два разных крема, один для ухода за зоной вокруг глаз в вечернее время, другой для ухода за зоной вокруг глаз в дневное время суток. В дневном креме по уходу за зоной вокруг глаз желательно также SPF защита, возможные разные светоотражающие компоненты, которые помогут визуально сгладить темные круги под глазами. Кремами по уходу вокруг глаз действует то же правило, что и с кремами по уходу за лицом. Соответственно, дневные крема, они более легкие, ночные, они могут быть более плотные и более активные. Как правило, я стараюсь убирать ночной крем по уходу вокруг глаз с разнообразными кислотами, которые шлифуют кожу в этой зоне, которые убирают омертвевшие клеточки и выравнивают рельеф, соответственно, убирая те первые микроморщинки, которые у вас начинают появляться. Помимо ухода за глазами, как я уже сказала, очень важен уход за губами, соответственно, также если в дневное время мы используем более увлажняющий барзан для губ, то в ночное время желательно использовать что-то более питательное, что-то более масляное, что будет вашу гулу восстанавливать. Тем более, если вы очень любите стойкие помады и, соответственно, как вы знаете, чем более стойкая помада, тем сильнее пересушивает она ваши губы и, соответственно, тем более тщательный уход за вашими губами. Вашим губам требуется вечернее и ночное время. Помимо основного ухода, желательно всегда иметь под рукой несколько различных масок. Собственно, маски для лица – это ваши палочки-воручалочки. И ими вы пользуетесь в зависимости от состояния вашей кожи и в зависимости от потребности вашей кожи на тот или иной момент. Если у вас нормальная кожа, либо комбинированная кожа, в принципе, для всех видов кожи одна из основных масок – это увлажняющая маска, так как любая кожа, и сухая, и нормальная, и жирная, может быть в состоянии пересушенности, когда она просит увлажнения, и, собственно, именно тогда вы начинаете пользоваться увлажняющей маской. Для жирной кожи очень хорошо работает очищающая маска. Она, как правило, бывает на основе глины, иногда в нее также входят кислоты, которые выравнивают рельеф, очищают поры и помогают нам сужать наши поры. Очищающую маску можно использовать также и на комбинированной, и на нормальной коже. На сухой коже ее стоит использовать чуть более аккуратно, потому что, как правило, очищающая маска все-таки имеет подсушивающий эффект. И задача обладателя сухой кожи в данном случае – не навредить и не пересушить свою и так достаточно сухую кожу. Если у вас чувствительная кожа, то ваша волшебная палочка-выручалочка и ваше спасение – это маска успокаивающая. Собственно, ее также могут иметь под рукой обладатели всех остальных типов кожи. Ее мы наносим в тот момент, когда наша кожа раздражена, а раздражена она у нас может быть и от холода, и от ветра. Может быть, после какой-то предыдущей процедуры, которую вы сделали и чуть не рассчитали. Это может быть какой-то кислотный пилинг, это может быть какая-то сыворотка. Это даже может быть использование щеточки для очищения лица типа клиник или кларисоник, который сейчас пользуется большой популярностью. Лично я, когда я понимаю, что я чуть-чуть перестаралась с очищением или с эксфолиацией своей кожи, я всегда держу под рукой именно успокаивающую маску, которую я наношу и которая помогает мне убрать все те покраснения, все те раздражения, которые на моем лице появляются. Помимо успокаивающей маски очень хорошо помогает и спасает маска восстанавливающая. Восстанавливающая маска, она подпитывает вашу кожу, ее балансирует и возвращает ей здоровый и свежий вид. Восстанавливающие маски очень хорошо используют вечером, ну и также как и дневную маску можно использовать с утра, если вы проснулись и понимаете, что вы не очень довольны тем, как ваше лицо выглядит. Для кожи с возрастными изменениями, либо если у вас вечером предполагается куда-то выход и вам хочется, чтобы ваш овал лица был еще более четким, очень удобно использовать маску подтягивающую. Они называются по-разному, оттягивающая либо моделирующая маска, собственно, которая наносится на ваше лицо на 10-15 минут. Эффект от моделирующей либо подтягивающей маски, конечно, временный, но, собственно, это не умаляет ее достоинства. Подводя итоги, хочется еще рассказать, что для того, чтобы выглядеть ухоженно и чувствовать себя уверенно и комфортно, вам на самом деле нужно не так много продуктов, как может показаться на первый взгляд. Это в первую очередь очищение, тонизирование и увлажнение, уход за губами, уход за зоной вокруг глаз и несколько масок, которые вы выбираете в зависимости от своего типа кожи, в зависимости от потребностей вашей кожи, которые будут являться вашими палочками-выручалочками и которые в той или иной ситуации будут помогать вам справляться с теми проблемами, которые будут возникать. Спасибо большое, что остаетесь на моем канале. Если вам нравится, ставьте пальчики вверх. Пишите, пожалуйста, свои комментарии внизу. Я с удовольствием на них на все отвечу. И мне, правда, очень и очень приятно осознавать, что в своем маленьком маниакальном хобби я не одинока. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Всего доброго и удачи!